Здравствуйте, уважаемые коллеги, добрый день, дорогие друзья. С вами Лилия Новикова и музыкально-терапевтическая среда. Тема нашей лекции сегодня «Психозы и эпилепсия умственно-отсталых детей и подростков» является продолжением предыдущего материала и плавно переходит в следующую тему, которая будет называться «Дифференциальный диагноз», но до нее еще далеко. Во-первых, мы должны точно понимать, какие виды психозов существуют у умственно-отсталых детей и подростков. Во-первых, это психозы при шизофрении, органические психозы, маниакально-депрессивные аффективные психозы, олигофренный психоз, психогенные психозы, токсикоинфекционные психозы и другие. Мы рассмотрим частоту психозов у умственно-отсталых детей и подростков с разными клиническими формами. Психозы, возникающие на фоне тяжелых степеней умственной отсталости. Рассмотрим эпилепсию умственной отсталости, а также механизмы возникновения эпилептических припадков при умственной отсталости. Но все эти темы довольно обширные, и подбираться мы к ним будем долго. А сейчас мы коснемся непосредственно первой темы, которую начали в прошлый раз, а именно темы психозы при умственной отсталости. Мы с вами разобрали распространенность психозов, мы поговорили о том, кто, собственно, занимался изучением такого явления, как психоз при умственной отсталости. И сегодня мы с вами коснемся психоза при шизофрении. Шизофрения у умственно-отсталых лиц это самый частый психоз. И не случайно Эмиль Крепелин первоначально предполагал, что развитие психоза на фоне психического недоразвития является вторым приступом шизофрении, тогда как первый оказался неосознанным, нераспознанным. В дальнейшем он изменил свою точку зрения и создал концепцию привитой шизофрении, возникающей у лиц в рожденном слаболомии. Блэйр в 1920 году для обозначения таких психозов использует термин фропшизофрения. Одни авторы считают, что фропшизофрения один из повторных приступов, очень рано возник шизофрении. Другие полагают, что это интимно связано с психической отсталостью и обнаруживают этот психоз у 15% олигофренов. Третья группа исследователей наблюдает фропшизофрению, которую они изучают как явление абсолютно закономерное. И говорят о том, что между шизофренией и олигофренией существует как бы связь. Описывая клиническую картину фропшизофрении, авторы подчеркивают наличие особенностей, отличающих ее от шизофрении, развивающейся на почве интактной психики. Можно почитать исследователей Шур, Осипову, Молочек, Сюсюкава, Шендерову. И если одни отмечают лишь незначительные различия, то для других исследователей своеобразие привитой шизофрении кажется принципиально важным. По наблюдениям Ангус, больные фропшизофрении утрачивают эмоциональный контакт, изолируются от всех, находятся вне компании сверстников, о себе говорят в третьем лице, с одной стороны очень опочищенные, с другой чрезвычайно сенситивные. Они никому не причиняют беспокойства и вместо того, чтобы играть, пребывают в грезах, плохо усваивают школьные навыки, слова малоинформативные, нарушается последовательность мышления, в поведении проявляется манерничание, нередко без всяких мотивов возникают внезапные приступы плача или смеха, могут иметь место и невротические жалобы, подозрительность, бредовые мысли, галлюцинации. Симптомы развиваются медленно, но иногда прерываются обострениями психотического состояния. В конечном итоге, поведение глубоко регрессирует, во многих случаях достигая даже утраты навыков приема пищи и опрятности. Многие авторы пишут о том, что привитая шизофрения отличается от обычной, очень бедной психопатологической симптоматикой, как бы стертостью и рудиментарностью проявлений и более грубым дефектом. Указывается на наличие энцелопатических наслоений и умственно отсталых детей, даже при шизофрении отсутствует выраженный аутизм и нередко возникают аффективные расстройства с маниакальной окраской настроения. По данным, проб шизофрения наблюдается в 12,6% от общей популяции и среди детей со стенической формой, страдающих психозами, их меньше 10%. В дальнейшем шизофрения, конечно, развивается у одних больше, у других меньше, присоединяются симптомы гибоидного поведения, катотонии, а затем нарастает и оскудение психики. У больных с сатанической формой почти 50% составляют пациенты с психозами. Вот примером есть история мальчика в клинической картине, которого на фоне медленного развертывания дефицитарных симптомов то более, то менее выраженные проявлялись гибоидно-катотонические состояния негативизм, стереотипи, манерность, импульсивность, нелепость, неожиданность эмоциональных реакций, амбивалентность. В последующем, приведшее все это, привело его к глубокому дефекту. Этот психоз был расценен как простая, непрерывная и вяло протекающая проб шизофрения. Есть случаи, когда больные проб шизофрении на фоне умственной отсталости по клинической картине очень сходны с аутизмом. Для этих случаев характерно вялое непрерывное течение. Что ж, причину возникновения психоза, в частности шизофрении, одни объясняют особенностями конституции, другие высказываются более неопределенно пользу влияния среды. Но в целом сегодня понятно, что чистых заболеваний не бывает. Уже на сегодняшний день во многих, в клинической структуре многих заболеваний мы наблюдаем то одну, то другую симптоматику, не характерную для этого заболевания, а характерную для какого-то сопутствующего дефекта. Этим утверждением противоречат данные о том, что органическое поражение у детей и подростков встречается чаще, чем в обычной популяции. Ну, наверное, нет. В общем-то, большинство авторов убеждены, что на фоне умственной отсталости могут развиваться любые психозы. И поэтому оставим место для органических психозов. Они есть, и больше их или меньше в общем не суть. Что можно сказать об органических психозах? Многие исследователи считают, что умственно отсталым лицам более свойственны не шизофрении, а органические психозы. Но эти органические психозы описывались как шизофреноподобные психотические расстройства с тяжелыми поведенческими нарушениями, двигательным беспокойством, а социальными тенденциями. На частоту возникновения шизофреноподобных расстройств указывают Бромберг, Бендер и другие авторы. Даже в случаях, диагностированных как шизофрении, отмечаются органические изменения мозга, в том числе расширение желудочков мозга, выявленные на энцефалографии, а также обнаружены ВЭГ органические отклонения. Органические психозы у олигофренов могут быть в форме галлюцинаторно-бредовых, эпохондрических, паниакальных и других синдромов, отличающихся периодическим течением. Органические психозы в том числе на отсталых это в принципе редкость, но все же встречаются в форме остеонодепрессивных, тревожных, делириозных и кататонических проявлений. Одним из примеров может быть незрячий мальчик, который выглядел несколько чудаковатым, имел значительные западения школьных навыков и затруднения во временной пространственной ориентировке. После травмы головы у него развился травматический психоз в форме восьмидневного делирия. Ну, делирия это по-простому говоря белая горячка. Другим примером больной является у которого после повторной травмы головы возник остеонодепрессивный синдром, продолжавшийся в течение трех месяцев. Впрочем, органические психозы не являются исключением. Но на сегодня мы закончим. Уже много рассмотрели. В следующий раз опять коснемся психозов, рассмотрим другие виды. С вами была Лилия Новикова и музыкально-терапевтическая среда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok